Девушки отдыхают Здравствуйте! Нет! Да! Нет! Таки да, родненькие мои! Женя, мы что, опять сняли ту самую квартиру, как в прошлом году? Не опять, а снова! Рад вас видеть! Не могу ответить вам тем же! Лучше бы мы в Европу поехали! А что вы думаете, в Европе нет наших? Я вас умоляю! Подождите, тут что-то не сходится! Мы же забронировали шестизвездочный отель! В Одессе? И оплатили его? Конечно, всю сумму за весь период! Поздравляю, вас снова кинули! В Одессе нет отелей в шесть звезд! Их в Украине нет! Ну хотя наши пытались, но... Мы все равно жить у вас не собираемся! Хорошо, хорошо! Ждать у меня в крови! Чтобы такие, как вы, нас не облапошили, мы в Киеве прошли курс «Как не стать лохом в Одессе»! Да? И сколько они стоили? Сто долларов занятия! С каждого! Я поздравляю, вы стали лохами еще в Киеве! Мы все равно не будем сливать вашу квартиру! Нам хватило прошлого года! А что вы так категоричны? Между прочим, с прошлого года много чего изменилось! Интересно что? Например, цена! И что же, теперь платить надо меньше? Запомните, еврей никогда не употребляет словосочетание «платить меньше», если это касается в его сторону! Платить, конечно же, нужно больше! Всего лишь полторы тысячи в сутки, сущие копейки! О, нет, спасибо! Мы найдем другую квартиру, вот, по объявлению! Да, вон, полно квартир по тысяче гривен! Пожалуйста! Вот сейчас первый попавшийся наберу! Алло! Алло, девушка, добрый день! Здравствуйте! Мы бы хотели снять вашу квартиру! Да-да, конечно! Сколько будет стоить? Две тысячи гривен! Сколько? Две тысячи! Женя, ты знаешь, с кем ты разговариваешь сейчас? С какой-то мерзкой теткой! С вот этой! Шалом! Давай другое! Да! Вот это! Угу! Да ладно! А вот это! Это какой-то кошмар! Стойте, стойте! Не сбрасывайте мой любимый момент! Все, здравствуйте! Кошмар! Здравствуйте! Я не могу понять, вы что, все квартиры в Одессе сдаете? Да! Ну почему же все самые хорошие и самые дешевые? Подождите, подождите! Если они самые дешевые, то почему вы пишете тысячу гривен в объявлении, а по телефону говорите две? Деточка, это бизнес! В цену входят телефонные разговоры! Хорошо! Давайте тогда так! Мы снимаем вот эту квартиру за тысячу гривен! Хорошо! С вас две тысячи! Почему? Потому что вы уже позвонили по телефону! Так, все, Женя, пошли от него подальше! Пойдем! Дальше Одесса, из Одессы вы не уедете! Да! Ладно, давай тогда поищем хостелы! Вот, смотри, две звезды, но зато возле вокзала! Возле вокзала хостел — это отделение полиции! Пожалуйста, я вам очень рекомендую, у них такие прохладные камеры! Вот, здорово! Что, полиция сдает камеры? Пик сезона! Все сдают все! Ну, тогда мы лучше на вокзале переночуем! Да! Да? Да! Пожалуйста, ночуйте на вокзале 300 гривен с человека! Что? Вы что, и места на вокзале сдаете? Пик сезона! Все сдают все, у кого есть крыша над головой! Что, непонятно! Знаете что? Мы сейчас позвоним в полицию, и тогда вас посадят за мошенничество в камеру! Часто вы слушаете! Все камеры заняты! А мы все равно позвоним! Позвоните! Одесская полиция слушает! Подождите, вы что, и полицию контролируете? Как уехали граждане, да! Что делать, что делать? Тогда, Женя, мы уезжаем! Домой? Нет, к моей маме в Беляевку! Куда? Да, до моря далеко, но зато бесплатно! Сколько вы говорили за квартиру? Две тысячи, вот, пожалуйста, ваши деньги! Уже три! Как три? Только что две было! Ну вы же прячетесь от своей тёщи, получается, эта квартира уже убежище! Ладно, ладно, вот три! И тысяча сверху! За что? За молчание! Вы же не хотите, чтобы ваша тёща узнала, где ваше убежище! Мы уходим! Ясно! И найдём себе нормальное жильё! Да! Где, например? Например, в катакомбах! Ещё дороже, и всё занято! Это же достопримечательность! Женя, нам дешевле было купить палатку и ночевать в ней! Это точно! Ой, как знал! Вот! Две тысячи! Две тысячи за палатку? За сутки! Нет, нет, нет! Да что вы орёте, как продавец просроченной рыбы на привозе! Ладно, ладно! Не хотите за две? Я подожду! Женя, ты будешь что-то делать? Вообще-то темнеет! Я спать хочу! Мы что, на улице будем ночевать? Ладно, давайте вашу палатку за две тысячи! К три! Да что у вас с ценами творится? Ну, пока вы думали, наступил вечер, а вечером цены растут! Как она хоть раскладывается-то? Вот, пожалуйста, инструкция! Пятьсот гривен! Так, Женя! Не давай ему ни копейки, стереги вещи, а я пойду и найду нам нормальную квартиру! Да! Что? Молодой человек, разрешите вам дать один очень ценный совет всего за двести гривен? Спасибо, обойдусь! Молодой человек, это очень ценный совет! Вы не пожалеете, он вам в жизни очень пригодится! Ценный, говорите? Ну, ладно, двести гривен вроде немного, пожалуйста! Вот мой вам совет! Двести гривен тоже деньги! Я не понял, и что, это весь совет? Да это самый бесполезный совет, который я слышал! Не скажите, если бы вы его раньше слышали, вам бы сейчас в кармане было на двести гривен больше! Ну что вы так нервничаете? Я знаю, откуда эти все ваши нервы! Это все потому, что у вас в семье все решает женщина! Это неправда, это не так! Поверьте мне, если это не так, то вы поступите, как мудрый мужчина, и снимите мою квартиру за три тысячи гривен! Мне надо посоветоваться с женой! Вот видите? Смотрите сюда! Смотрите! Эта квартира очень хорошая! У меня в Калидоре есть коврик мягенький, на котором вы будете спать! Там прохладно, потому что в Калидоре нет окон! Это будет самый лучший ваш отдых из ваших худших! Вы согласны? Согласен! Стоять! Сорвался малек! Женечка, я нашла нам шикарную квартиру всего за тысячу гривен возле моря! Викуся! Согласен! В Коблеве тоже есть море! Нет, это в Одессе! И села у этой милой женщины! Прости! Таким мы с вами договорились! Да! Женечка, дай ей за всю неделю! За всю неделю? Да! С вами очень приятно иметь дело! Ладно, ладно! Так и быть! Берите ваши вещи и пойдемте ко мне в машину! Чего это вдруг в вашу машину? Ой, какой я невоспитанный! Забыл представить! Это моя мама! Белла Львовна! Еще раз здравствуйте! И вы таки сняли мою квартиру! Нашу сыночка! Хоть и не за очень дорого, мама! Но, надеюсь, пресс-курант цен с прошлого года вы помните! Ладно, ладно! Чтобы вас успокоить, бонусом отвезу вас бесплатно за 200 гривен с каждого! Сначала отвези маму с ним, я буду с такими деньжищами ходить по всей Одессе! Ой, точно! Это же мама! Мама это святое, мамочка, если можно! Я, я быстренько! Одно колесо там, второе в багажнике! Женечка, подожди, то есть они взяли все наши деньги и забрали наши вещи? А, иди, стоять! Стой! В полицию! Срочно! Женя! Шо вы меня наяриваете? Я вам оставил палатку! lek? Шо вы Взяли с нет? sans